привет сегодня я покажу вам как вязать шапочку сноу queen резинкой бриошь таким вот узором интересным чтобы связать шапочку мне понадобится спицы 10 миллиметров и один моток пряжи рейнгл wool оттенка ультрамарин возьмем поток и я буду набирать иной нитью тридцать петель 30 петель набрано. Набирала я их очень слабо, чтобы низ у шапки не был стянутым, потому что эта резинка получается очень объемная и слишком стянутый низ испортит нам всю шапку. Так, сейчас соединяем вязание в круг и первый ряд мы провяжем. Одна изнаночная, одна лицевая. Обратите внимание, что начинаем именно с изнаночной петли. Вот первый ряд я закончила. И сейчас начинаем вязать резинку бриошь, собственно, она вяжется со второго ряда в этой шапке. Здесь у нас первая петля была изнаночная, мы провязывали изнаночной в первом ряду и мы опять провязываем ее изнаночной петлей и оставляем ее. Если вы запутаетесь, то вы можете поставить себе маркер. Эту петлю нам терять нельзя, а если вы потеряете, то, возможно, потом вязание собьется. Поэтому либо запомните, либо маркер поставьте. Она выполняет роль соединительной петли на протяжении всей длины шапки. Дальше мы продолжаем вязать. Лицевую снимаем с накидом, изнаночную провязываем изнаночной. Лицевую с накидом, изнаночную, изнаночной. Так делаем до конца ряда. Второй ряд довязали. Закончили ряд на лицевой петле с накидом. Далее провязываем опять изнаночную петлю изнаночной. И следующая у нас идет лицевая с накидом. Ее провязываем лицевой вместе с накидом, а изнаночную снимаем с накидом. Так чередуем. Лицевую с накидом провязываем лицевой, изнаночную снимаем с накидом. Третий ряд провязали. Далее опять изнаночную петлю соединительную провязываем изнаночной. И начинаем снова лицевую снимаем с накидом, изнаночную с накидом вяжем изнаночной. Вся суть вязания у нас к этому и сводится. У нас теперь будут чередоваться лицевые с накидами и изнаночные с накидами. Будем вязать всю шапку. Так, вот четвертый ряд закончен. Делаем как обычно. Изнаночную соединительную петлю провязываем изнаночной. И дальше будем опять чередовать. Лицевую с накидом будем провязывать лицевыми, изнаночные будем с накидами снимать. Это у нас пятый ряд. То есть во всех нечетных рядах мы снимаем с накидом изнаночные, во всех четных снимаем с накидом лицевыми, а остальные провязываем по рисунку. Итак, вот я провязала 24 ряда. Здесь у меня ниток осталось совсем немножко, чтобы шапку закрыть. И чтобы ее закрыть, нам нужно вязание вывернуть. Потом переворачиваем его на другую сторону, чтобы рабочая нить у нас была с этой стороны. Петлю рабочую, на которой рабочая нить, перекидываем на правую спицу. И сейчас будем закрывать в обратную сторону и вязать. Значит, у нас здесь изнаночная и лицевая с накидом. Мы эти две петли с накидом вместе провязываем лицевой. Так делаем по кругу. Так вот, провязали, когда все петли по кругу лицевыми, в принципе, можно уже затянуть все оставшееся вязание на нить. Вот здесь у меня осталось 16 петель. Можно еще рядок также провязать по две вместе лицевыми. Я ограничусь этим, этим рядом. Теперь все оставшиеся петли затяну на нить. Так, на нить затягиваем. Там внутри ее, как всегда, нужно будет закрепить хорошенько. Вот получилась такая шапка. Носить ее с отворота. Тогда этот вот узор резинки берешь, будет виден. КОНЕЦ Продолжение следует...